МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский. В студии Полина Малюкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. По меньшей мере, три человека погибли в авариях на автотрассе Караганда-Нур-Султан. На дороге произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Оплата за детский сад выросла в Караганде. Постановление о размере родительской выплаты вступит в силу 18 февраля. Многодетные семьи высказывают возмущение. Карагандинская область – индустриальный центр страны. Сегодня перед общественностью стоял вопрос экологической ситуации в городе Тимиртау. 13 февраля на автодороге Тимиртау-Нур-Султан из-за плохой видимости произошло столкновение восьми автомашин, среди которых две грузовые. В результате ДТП 36-летний водитель автомашины Лада Гранта от полученных травм скончался в больнице. В этот же день на той же трассе возле поселка Ошаганды столкнулись 14 автомашин. Жертв и пострадавших нет. Пассажиры доставлены в Караганду попутными автомашинами. А это кадры аварии, которая произошла уже сегодня, 14 февраля. Все на той же трассе Тимиртау-Нур-Султан. Возле поселка Ошаганды 30-летний водитель автомашины Фатон совершил резкое перестроение, вклинившись между грузовыми автомашинами Вольво и Дав. В результате аварии водитель автомашины Фатон и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. По фактам дорожно-транспортного происшествия, где погибли люди, в едином рейсторе досудебного расследования зарегистрированы уголовные дела в соответствии со статьей 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначены все необходимые экспертизы. Департамент полиции Карагандинской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Оплата за детский сад выросла в Караганде. Постановление о размере родительской оплаты вступит в силу 18 февраля текущего года. С чем связано такое подорожание и как быть многодетным семьям, выяснила наша съемочная группа. Родителей дошкольников на этой неделе ждала шокирующая новость. Оплата за обучение в детском саду выросла сразу на 3000 тенге. С чем связан такой резкий скачок – большой вопрос. Еще важнее, где взять такие деньги, особенно если в детей в семье несколько. Мы, например, многодетная семья, и 3000 – для нас значительная сумма. Есть дети-школьники, им даем деньги на питание и дорогу. Дополнительные кружки тоже стоят денег. У детей ясельных групп стоимость обучения теперь составит 13 тысяч тенге. У старших групп – 14 тысяч. Как пояснили в отделе образования города, это оплата за питание. А причина внезапного подорожания простая – рост цен на продукты. В последние три года оплата за питание не повышалась, но в связи с тем, что цены на продукты постоянно изменяются, и на 11 тысяч, то есть на ту цену, которая была раньше, мы уже не можем отвечать требованиям санитарных норм и норм питания, которые предусматривают и калорийность питания, определяют, какими продуктами в детских садах должны кормить детей, нормы выхода продукции и так далее. Не забыли и о многодетных, малообеспеченных семьях. Дважды в год им положены выплаты в размере 5,5 тысячи тенге на одного ребенка. В июне, к 4 июня оплата будет за 5 месяцев, с января по май по 5500, а в декабре будет за остальные месяцы, с июня по декабрь по 5500 за один месяц. Стоит отметить, что в частных садах уже начался прием детей 2017 года рождения. Получить направление можно на портале Индиго. Массовый прием в государственные учреждения стартует 1 июня. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская область – индустриальный центр страны. И одним из слабых мест нашего региона является плохая экология. С прошлого года действует Совет по вопросам охраны среды. Сегодня перед общественностью стоял вопрос экологической ситуации в городе Тимиртау. Уровень загрязнения в воздушном бассейне области определяется по 15 предприятиям. Фактически объем выбросов за 2019 год составил более 600 тысяч тонн, что не превышает показателей прошлых лет. 245 тысяч тонн вредных веществ выброшено в воздух в городе Металургов. 90% источников загрязнения города исходят от промышленного предприятия «Арселор Метал Тимиртау». Для улучшения ситуации в Тимиртау 31 октября 2019 года между Министерством области и ООО «Арселор Метал Тимиртау» заключил меморазм в международном предприятии «Арселор Метал Тимиртау». По этому меморазму должны в течение 5 лет снижение наших снижений гуретных веществ. Почти 60% отходов компании – оксид углерода, что связано с технологическими процессами производства стали. Усилия «Арселор Метал Тимиртау» направлены на реализацию проекта по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу со стационарных источников. Пункты меморандума компания выполняет, заверил исполнительный директор Вадим Басин. 28-30% из них 5% снижение от реализации проектов, которые уже заканчиваются. 10% – это проекты, которые ведутся и будут реализованы до 2024 года. Остальные почти 20% связаны с заменой переговора на природный лес и с заменой мазута, угля. Глава региона назвал сложившуюся в Тимиртау ситуацию недопустимой и призвал актуализировать ранее принятый комплекс мер. Очень важно, чтобы в течение этого года вы смогли решить вопрос по онлайн-мониторингу. Мы хотим видеть, что происходит ежедневно по выбросам загрязняющих веществ на предприятии. Хотим в онлайн-режиме видеть, сколько пыли, сколько чего, когда выбрасывается, в каком направлении ветер, куда это уходит или не уходит. Поэтому еще раз говорю, что через неделю я хотел бы с вами эти вопросы обсудить. Женес Касымбек определил в работе с Арселор Миттл Тимиртау две основные задачи. В первую очередь вопрос экологии и казахстанское содержание. Нельзя забывать также о производственных показателях выпуска продукции, рабочих местах и заработной плате сотрудников. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Современные мальчики мечтают уже не о полетах в космос. Подрастающее поколение больше интересует искусственный интеллект и роботы. В городском турнире по робототехнике Smart Mouse 2020 сразились воспитанники детских садов. Алексей Хальзов каждый день с удовольствием идет в детский сад. Здесь, кроме обычных занятий и игр, он учится программировать роботов. Леша принимает участие в таком турнире первый раз, но постоянно представляет свои работы на выставках. Я сделал робота-футболиста, запускал мышку. Еще я сделал пожарку и трактора, скорую помощь. Перед юными инженерами стоит непростая задача. Здесь все, как у взрослых. Соревнования проходят в три этапа. Сначала малыши составляют лабиринт, затем программируют маршрут, а в конце проходит индивидуальный тур на групповом полигоне. Турнир проводится на основе роботов Маус, робот-мышь. Это программируемые роботы. Они универсальны, они позволяют делать многое, они позволяют учиться робототехнике, позволяют соревноваться. Смарт-Маус проходит в Караганде уже во второй раз. Примечательно, что именно в нашем регионе турниры по робототехнике привлекают самое большое число участников. В этот раз за победу сразились 23 дошкольные организации, 15 команд по два человека. Целью является популяризация робототехники среди воспитанников детских садов. В этом году наш турнир проходит второй раз. В прошлом году было на базе детского сада «Одарешка», в этом году на базе «Алмагуль» проходит. Победители ждут ценные призы, а команда, завоевавшая первое место, примет участие в международном конкурсе «Роболэнд-2020». Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 15 февраля будет отмечаться 31-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Из Карагандинской области в афганской войне приняли участие около 2000 человек. 87 из них погибли. Сегодня эта дата отмечается как День памяти солдат с честью выполнивших свой долг. Главная цель этого дня – увековечить память тех, кто погиб, выполняя свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. Историки и политологи сегодня по-разному оценивают события 30-летней давности. Однако в тот момент Родина отдала приказ, который с честью выполнили ее солдаты. Об этом говорил заместитель Акима Караганды Нурлан Бекенов. Он отметил, что сегодня ветераны Афганской войны активно принимают участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вы знаете, ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Сегодня в Карагандии проживает всего лишь 38 человек. Я думаю, вы идете по их стопам. Я думаю, патриотическое воспитание, которое они сегодня как в каком-то плане, может быть, завершают, вы должны нам дальше поднять и понести дальше, чтобы мы воспитывали новых героев, которые будут служить в рядах наших вооруженных сил и исполнять свой воинский долг. Житпис Абишев был призван в армию в 1981 году. Вместе с еще четырьмя карагандинскими юношами был брошен в горнило Афганской войны. Спустя два года вернулись лишь двое. Сегодня в областном центре проживают 690 участников Афганской войны. По всей Карагандинской области воинов-интернационалистов насчитывается более полутора тысяч. Ежегодно, 15 февраля, карагандинские воины-интернационалисты собираются у мемориала «Вечный огонь». Именно здесь по традиции проходят памятные мероприятия. Андрей Танаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. СРРК уступила Соколу в матче ВХЛ. В Красноярске карагандинская ледовая дружина сыграла с местным клубом. В результате упорной борьбы хозяева площадки выиграли с минимальным преимуществом – 2-1. Первый период остался безголевым. В самом начале второй двадцатиминутки Сокол открыл счет. СРРК отправилась отыгрываться, по пути успев нарушить правила и отстоять меньшинство. Но своего добилась. На двадцать шестой минуте Сергей Голоднюк сравнял счет – 1-1. Решающей стала заключительная треть. Соперники играли осторожно. Вплоть до 55-й минуты счет остался неизменным, когда нападающий хозяев вывел свою команду вперед – 2-1. Карагандинцам терять уже было нечего, и они тут же сменили сдержанную тактику на строго атакующую. За две минуты до финальной сирены Эдуард Рейзвих покинул ворота, уступив место в составе шестовому полевому игроку. Но это не спасло Орлов от поражения. Итоговый счет – 2-1 победа Сокола. Равная игра – мелочи, ошибки. Нахватали удаление, не нужны какие-то эмоции, перехлестнули. Понятно, что всем нужны очки. И здесь мы немножко с эмоциями не справились. Не в то русло направили некоторые игроки свои эмоции. Надо все-таки более сдержанно играть. Ну, так, в принципе, по отношению, по самодаче у меня к ребятам претензий нет. Такой принцип, такой обоюдный, острый, хоккей равный. Равный, возможности, но хозяева забили этот гол победный. Могли мы в конце, Саша Ремов, в момент 100% перевести игру в овертайм. Ну, ничего, с таким отношением к делу, я думаю, что будет все нормально. Следующий матч каргандинские хоккеисты проведут в Ханты-Мансийске с местным клубом «Югра». Встреча состоится в воскресенье, 16 февраля. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. До встречи в эфире телеканала «Первый Карагандинский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова